Хоть будет два доклада, но поскольку докладчик один, то будет все излагаться со единых позиций. Фундаментального значения как понятия информации, так и понятия воды. Эти оба понятия очень не любит Академия наук. А, это скользкие понятия. Ну, попробуем внести ясность в эту скользкую тематику. Итак, все вы знаете, что термодинамика в основном занимается изменениями внутренней энергии. При этом в термодинамике, ну, вначале не было этих понятий, потом они появились, а именно свободная энергия, связанная энергия. Нам показалось, что необходимо как-то внести чуть-чуть больше фундаментальности. А именно, мы предлагаем внутреннюю энергию системы подразделить на внутреннюю энергию организованных форм движения и внутреннюю энергию хаотических форм движения. Но это касается не только внутренней энергии, это касается вообще энергии. Вот сегодня, послушав первое сообщение, где говорилось об энергетическом поле, энергоинформационном поле и так далее, мне пришла мысль, что, в общем, энергоинформационного поля нет, просто энергия в данном случае. Разговор идет о энергии организованных форм. Что это нам позволило сделать? Ну, во-первых, позволило дать определение, что такое энергия. К сожалению, Пуан Каре, Фейнман, говорят, мы не знаем, что такое энергия. Определений энергии очень много. У нас самая простая энергия — характеристика интенсивности движения. И таким образом она является основополагающей характеристикой как движения, так и материи. Но движение характеризуется не только интенсивностью, оно характеризуется хаотичностью. Для этого была предложена энтропия, характеристика хаотичности системы или хаотичности движения, ее частиц, хаотичности как самой системы, так и ее частиц движения. Но кроме хаотичности движения всегда есть организованные формы движения или организованные формы материи. И вот для характеристики организованности системы мы предложили использовать термин информация, который взят, естественно, в основном из кибернетики, где информация используется как характеристика организованности с позиции структуры системы. А мы ее поставили в термодинамику, тоже как характеристику организованности, но только с позиции внутренней энергии. Ну и получилось, что свободная энергия системы, которая всеми признана, по гипсу, при изобавной изотермическом, или по длингойцу, изоформной изотермических условиях, это все будет энергия организованных форм. А связанная энергия системы, или иначе говоря, у хаос, это будет произведение энтропии на температуру. Следующее, пожалуйста. Итак, информация и энтропия — это статистические термодинамические функции организованности и хаотичности системы, соответственно, а не материя и не энергия. Поэтому не надо эти два понятия смешивать с энергией, хотя они характеризуют разные стороны энергии. Ну, то, что сделал Клаузис, ввел энтропию как отношение... Ну, здесь что было надо помнить, что система обменивается с окружающей средой или в виде теплоты, или в виде работы. Причем теплота — это обмен хаотических форм, а работа — это энергия организованной формы. Ну, и Клаузис ввел вот таким уравнением изменения энтропии. Борцин добавил статистическое определение энтропии. Ну, и, глядя на это, мы предлагаем использовать для определения изменения информации для организованной системы, используя или А максимальное, или же Дельта-Джи. Ну, а статистическое — это было сделано еще шином. Итак, в состоянии равновесия, к которому всегда системы самопроизвольно стремятся, они всегда стремятся, согласно энтропийного изменения, это стремится к максимуму, то, естественно, что и равновесный будет, наоборот, минимально. Но сумма в равновесном состоянии И плюс С будет величина постоянно. А в стационарном состоянии, соответственно, информация этого стационарного состояния всегда будет больше, чем информация равновесного состояния, а энтропия, наоборот, будет меньше равновесного. А И плюс С будет стремиться к постоянной величине. Это не будет ни констант, но стремление будет. Но поскольку в системе есть и организованность, и хаотичность всегда, то, естественно, хотелось бы ввести одну величину, которая бы характеризовала и то, и другое, учитывала, по крайней мере, и то, и другое. Поэтому мы вводим понятие уровень организованной системы. Это объединяющее равное И к С, объединяющее термодинамическую функцию состояльной системы, которая учитывает и организованность, и хаотичность. Изменение уровня организованности, естественно, или исходя из новых представлений, или исходя из старых представлений, тоже можно высчитать изменение уровня организованности. Ну, а когда мы переходим к открытым системам, то они, как правило, в состоянии равновесия стремятся, но, к счастью, не достигают. Потому что если открытая система достигнет состояния равновесия, она умрет. Потому что самостоятельно она оттуда выбраться не сможет. Поэтому пригожен известный вам принцип выложил, что прирост энтропии в единицу времени при стационарном состоянии стремится к минимуму. Исходя из этого, это соотношение тоже к минимуму. А И плюс С будет стремиться к лишне-постоянному. Следующий, пожалуйста. Итак, все вы знаете, что есть фазовые переходы первого и второго рода. Первого рода всегда совершаются затратой или с выделением энергии. Но очень интересны фазовые переходы второго рода, на которые пристальное внимание обратил академик Ландау. Ну, немножко он брал идеальные системы. Там гелий-3, гелий-2 и так далее. Но несколько расширив представление, данные переходы из одного стационарного состояния в другое происходят в открытой конденсированной термодинамической неравновесной системе без изменения ее агрегатного состояния и внутренней энергии, но с изменением ее уровня организованности. Фазовые переходы второго рода, так как и фазовые переходы первого рода, требуют обязательно инициатора. Вода способна перегреваться, не закипая, или переохлаждаться, не замерзая. Но при наличии инициатора это происходит строго в соответствии с теми температурами, которые ей положены. Итак, инициаторы могут выступать или определенное значение интенсивного параметра температуры, давления и концентрации, или определенного физического поля с необходимыми характеристиками, или определенный режим движения частиц или фрагментов системы. Ну, все вы знаете, классические фазовые переходы второго рода это намагничивание или изменение свойств сигнета электрики. Вот, мы, нас интересовала вода, и поэтому мы стали рассматривать воду с позиции ее склонности к фазовым переходам второго рода. Фазовые переходы второго рода в жидкой воде совершаются благодаря локальному полиморфизму, то есть не по всей системе, а в отдельных фрагментах следовательных дорожных связей, и при наличии их инициатора. Следующий, пожалуйста. Итак, температура фазовых переходов второго рода в жидкой воде вследствие ее термодинамической неравновесности и способности к локальному полиморфизму ее единой сетки. Вот вам, пожалуйста, температурная зависимость логарифма изменения плотности воды. Вы видите, при 4 градусах значительный, то есть в данном случае, хоть и локально, не по всей системе, но очень большой области это происходит изменение, структуры сетки водородных связей, а далее при температурах 9, 11, 15 и так далее, происходит незначительное изменение, но тем не менее регистрируемое в эксперименте. Почему такие незначительные? Потому что это изменение носит локальный характер в сетке водородных связей. То, что это действительно так, свидетельствует, что при тех же примерно температурах изменяется поверхность натяжения воды или показатель преломления. Поэтому вот эти прыщички, которые есть, на которые вы раньше, ну, обращали внимание, потом не знали, как объяснять, мы их объясняем фазовыми переходами второго рода. Лед, в котором проще фиксировать структуру, имеет более 10 кристаллических пульмортных модификаций и его сетки водородных связей в следствии фазового перехода второго рода в зависимости от давления и температуры. Ну, и лед там седьмая, седьмой, ну, седьмая. Иногда для льда говорят, что это аллотропные модификации. Ну, это абсолютно неправильно, потому что аллотропные модификации только у простого вещества. Вода, хотя и не очень сложная, но все же это уже сложная молекула. Вот, поэтому нельзя говорить о аллотропе в виде воды. Следующий, пожалуйста.